Вначале немножко расскажу, что сегодня здесь будет. Мы называем это Tech Talk. То есть это типа лекции что-то. И такие Tech Talks проводятся по всему миру для студентов, а также мы проводим такие Tech Talks для новых сотрудников Google, которые только пришли на работу, и им нужно дать обзор по технологиям Google. И сегодня мы поговорим о технологии Google. Технологии в широком смысле. Речь не пойдет конкретно о поиске на вебе, а о чем-то большем. То есть мы поговорим о том, как устроена Google как компания. Наверное, вы знаете, что это одна из самых крупнейших в мире… Google имеет одну из крупнейших в мире вычислительных баз. И мы поговорим о том, как она устроена. К сожалению, как показывает опыт за час… Да, лекция займет примерно час, я думаю, плюс-минус. За час не удается рассказать полностью, как устроен Google. Поэтому я выделю только те основные моменты архитектурные, которые ключевые моменты именно. Как построены сервера Google, как построен софтвер главные компоненты. И затем мы немножко поговорим о продуктах. Но о продуктах я расскажу только о тех, которые меня лично заинтересовали. Просто пару примеров. И потом после лекции будут вопросы-ответы. Вы сможете неформально ко мне подойти и спросить у меня либо у Андрея, либо у Элины. Они вам расскажут, как работает вообще в московском отделении Google и как можно попасть на работу в Google. Итак, технология по определению словаря – это совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата. То есть вопрос в том, какие методы есть у Google, какие у Google есть инструменты и какой, собственно, результат для него нужен. Какая цель Google? И вначале мы поговорим о цели. И мы перенесемся на 10 лет назад. Кто знает, где это? Да, это Стэнфорд. Ларри и Сергей были аспирантами в Стэнфорде. Они работали над алгоритмом ранжирования статей, обычных статей в научных журналах. Обычно у каждой статьи в научном журнале есть индекс цитирования. Для каждой статьи можно посчитать, сколько раз в других статьях на нее ссылались. Естественно, чем больше на нее ссылались, тем статья более значима. И здесь еще имеет значение, кто на нее ссылался, какие статьи. В настоящее время это не учитывается обычно. Просто говорится, что только эта статья ссылалась в хороших журналах. И Ларри и Сергей решили это исследовать более математически. Они решили вытащить из этого всего структуру математическую, построить граф, какая статья на какую ссылается, посмотреть на этот граф и как-то из этого математически определить, какие статьи более значимы. И со статьями это было очень трудно сделать, поскольку статьи напечатаны на бумаге, каким-то образом их надо нацифровать, потом понять, какая статья на какую ссылается и так далее. И тогда они подумали, ну вот же есть веб-страницы, с которыми гораздо проще. В них явно прописано, какая страница ссылается на какую. И они применили ту же самую идею и создали алгоритм, который назвали PageRank. Суть алгоритма очень демократическая. Она говорит о том, что ценность вашей страницы можно определить голосованием. Каждый раз, когда на вас ссылается другая страница в интернете, она как бы голосует за вас. Чем больше за вашу страницу проголосовало, тем ваша страница лучше. Но не все избиратели в этом случае равны, потому что если на вас ссылается страница вроде Microsoft, например, или Yahoo, наверное, у вас очень значимая страница. То есть они решили использовать весовые коэффициенты. То есть чем более значимая страница, тем более значимый у нее есть голос. И таким образом все это описывается системой, большой системой, очень большой системой линейных уравнений. И она, в общем, решается очень просто. Они придумали эффективный алгоритм решения ее. И этот алгоритм назвали PageRank. Кстати, PageRank называется не потому, что это ранг страницы, а потому что это по фамилии пейджа. То есть это в действительности ранг имени пейджа. И они применили это, на основе этого сделали поисковик, новый поисковик. То есть в 1997 году уже было много поисковиков, было AltaVista, был Lycos. И они, в принципе, могли выдавать массу результатов, но эти результаты были очень плохо ранжированы. И оказалось, что просто применив этот алгоритм PageRank, удалось так пересортировать страницы, что первыми страницами стали появляться достаточно релевантные результаты. И всех это так поразило, что, в общем, без всякой особой рекламы Google очень быстро стал популярен. И так, в общем, продолжается и до сих пор. Поиск в вебе в HTML страницах – это была только первая их идея, это только был первый проект. И после этого они сформулировали как бы кредо, миссию компании, какова цель компании. И эта миссия – это организовать мировую информацию, всю информацию в мире, сделать ее всесторонне доступной и полезной. То есть это звучит как красивые слова, но в действительности это действительно четко определенная цель. И все продукты Google, когда они проходят утверждение, они должны каким-то образом вписываться в эту цель. Сейчас у Google очень большие средства, есть много способов зарабатывания денег и так далее. Но проекты, которые не вписываются в эту цель, они не проходят. То есть все в Google до сих пор причинено этой цели. Здесь интересные части – это мировая информация и доступность. Мировая информация значит не только веб. Это значит все, все, что есть в мире. Это книги, это фильмы, это картины, это… О чем вы только можете подумать. Все, что человечество создало за историю. И доступность значит, что мы можем из любого места как-то удобно либо с мобильного телефона, либо с компьютера, получить очень быстро доступ к этой информации. И в истории было два взрыва таких информационных. Первый был, когда первопечатник Гутенберг изобрел печатный пресс. И буквально за первые сто лет после этого изобретения вышло огромное число книг. И это был бум сравнимый с тем, что случилось уже гораздо ближе к нашему времени. Это команда Arpanet, которая, в общем, создала сеть, которая впоследствии стала интернетом. Таким образом, веб — это только одна из частей всей информации. И Google, продвигаясь на этом пути, создал очень много продуктов. Я не буду перечислять все, вы, наверное, многие знаете. Это поиск по изображениям, это реклама, это поиск новостей, это Gmail, это карты и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы продвигаемся по этому пути. Но мы в самом начале. В 2003 году группа исследователей в Беркли попыталась оценить, сколько всего есть в мире информации. Всего, всей информации, которая когда-то была создана человеком. И они оценили это как 5 миллион терабайт. Мы сейчас находимся вот здесь. Всего 170 терабайт из этого оцифровано и доступно для поиска. То есть перед нами еще далекая, большая дорога. И это только одна из проблем — объем информации. Две другие проблемы — это то, что количество пользователей растет, количество пользователей сети растет, приходит все больше запросов. И таким образом это как бы вторая ось. Третья ось — нам нужны лучшие результаты. Таким образом, чтобы все время быть в хорошей форме, чтобы иметь возможность справляться с этим потоком информации, с этим потоком запросов, делать лучшие продукты, нам нужно было создать очень мощную архитектуру, которая бы поддерживала это. Эта архитектура должна быть масштабируемой. Это значит, что должно быть очень просто расширять компьютерную базу, добавлять больше компьютеров, и чтобы вычислительная мощность росла, соответственно, приблизительно линейно. И кроме того, нужно построить эту архитектуру так, чтобы разработчикам было просто разрабатывать новые сервисы. Каким же образом это достигается? Всю архитектуру Google можно разделить условно на три части. Верхняя часть — это продукты Google. Это поиск в интернете, это Gmail, это Maps, это целый набор продуктов. Наверное, уже сотня продуктов доступны публично и гораздо больше разрабатываются, и они не видны снаружи. Она опирается на распределенные системы и инфраструктуру Google, о которых мы поговорим. И под этим всем находится вычислительная платформа, то есть эти тысячи серверов Google, о которых вы, наверное, слышали. И мы начнем именно говорить о серверах вначале. Главное решение, которое приняли Сергей Ларри и Урс, это человек, который планирует в основном разработку вычислительной базы, они решили, что Google не будет использовать никаких мини-компьютеров, мейнфреймов и вообще никаких мощных и надежных серверов. Все вычислительные центры базируются на дешевых PC. На дешевых и достаточно ненадежных. Но их очень много, этих серверов. Почему было принято такое решение? Главная причина, наверное, та, что задачи Google настолько велики, что в любом случае вам придется вашу задачу распараллелить, и вы не сможете ее запустить на одном отдельно взятом сервере. Поэтому никакого смысла платить дополнительные деньги за то, чтобы это все крутилось на одном сервере, нет. В любом случае придется распараллелить задачу. И кроме того, если у вас есть надежный hardware, обычно вы можете думать о нем как о чем-то таком неизменном, и если потом он ломается, то вы не знаете, что с этим делать. А в случае Google, когда у вас есть тысячи серверов, ломается все постоянно. Поэтому произошел такой, как по-английски любят говорить, парадигм shift. То есть стали думать о поломках сервера не как об эксепшене, не как о чрезвычайной ситуации, а просто как о нормальной штатной ситуации. То есть вопрос не о том, что будет, если вдруг сломается сервер, а что будет, когда он сломается. И такой подход существует во всех продуктах Google. Все продукты Google, которые опираются… инфраструктурные продукты, которые… в общем разработка архитектуры. В каждом продукте мы думаем о том, каким образом что произойдет, когда сервера будут ломаться. И это довольно интересная задача. Это дополнительный плюс. Вот так выглядел Google, когда он был создан. Все эти компьютеры Сергея и Ларе выпросили. Может быть не все, но очень многие. Они выпросили компьютер. Они были в Стэнфорде. В общем такая университетская обстановка, как всегда. Они попросили часть дисков там, часть компьютеров там. И в общем собрали такую систему. У них не хватало денег на коробки для компьютеров. Но у них было много… Куда-то они достали много кубиков из конструктора Lego. Поэтому они делали коробочки для хард-драйвов из Lego. На тот момент Google еще не было компании. Это был просто исследовательский проект в Стэнфорде, который сразу очень хорошо заработал. В общем прототип такой примитивный, но он очень интересно заработал. И сразу же они нашли… В 98 году они нашли инвестора, который вложил достаточно скромные деньги. Но они смогли на эти деньги создать официально компанию, которую назвали Google. И через год еще вот это первый взрослый сервер Google. Но он все равно по нынешним временам выглядит очень примитивно. В общем это все сделано очень несолидно, пожароопасно и так далее. Но какое-то время это все работало в таком виде. И затем было принято решение разрабатывать стойки и все механические части самим. И в 2000 году уже это выглядело гораздо лучше, но уже в это время стала просматриваться одна из главных проблем. Вот это, если вы видите, это стоит вентилятор, потому что все очень сильно греется. Так выглядят сервера Google сейчас. Это одна стойка. На одной стойке обычно находится от 40 до 80 серверов. Они вставляются с двух сторон, то есть 40 с одной, 40 с другой, либо иногда 20 с одной, 20 с другой. Все материнские платы PC типа все компоненты самые простые, самые дешевые. Дешевые сетевые платы. Мы не используем скази дисков, диски все IDE. На них нет графических плат. На всех компьютерах Google установлен Linux. Вся вычислительная платформа основана на Linux. Но этот Linux немного изменен. Мы добавили в него несколько частей, о которых мы поговорим. И в действительности электропитание – это очень большая проблема, которую очень долго недооценивали. Потому что если у вас один компьютер дома, может быть, вы не следите, сколько он потребляет энергии. Однако если у вас их тысячи, то это становится проблемой. И так произошло, потому что, в общем-то, в последнее время, чисто за счет маркетинга, вся эта гонка подстегивалась именно за… гонка за мегагерцами. Если у вас больше мегагерцов в процессоре, его легче продать и так далее. Но так получилось, что компьютеры в результате стали очень неэффективными по питанию. С очень низким КПД. А цены на электричество растут. И получается, что соотношение цены на hardware, которая немного падает, и на электричество, оно меняется. Условно мы делим сервера Google на три поколения. И мощность этих серверов очень выросла практически в два раза. Соотношение производительность на цену тоже выросло примерно в полтора раза. Но, к сожалению, производительность на ватт потребленной мощности – это очень важный параметр для нас. Это соотношение, к сожалению, не изменилось. И просто, к примеру, мощный сервер может потреблять 250 ватт. И общее правило такое, которое можно применить – каждый ватт потребленной мощности требует еще одного вата на охлаждение. То есть один компьютер будет потреблять 500 ватт, и за 4 года стоимость электроэнергии будет больше, чем половина стоимости на hardware. Если оценить прогнозы роста цен на электричество, то в зависимости от разных прогнозов, от двух до пяти лет стоимость на электричество превысит эксплуатационную стоимость hardware. И, в общем, это, честно говоря, мне это видится одной из самых главных проблем Google. То есть в Google все, мне кажется, очень хорошо организовано с точки зрения софтура, но как мы будем справляться с проблемой вот этой энергии, охлаждения и всего – это большая проблема. Но делается очень многое. Во-первых, мы работаем напрямую с производителями чипов, процессоров, плат и так далее для того, чтобы разрабатывать новые эффективные по КПД архитектуры. То есть у нас в центрах есть очень… достаточно много механических электрических инженеров работают над новыми системами подвода электроэнергии и охлаждения. И если поставить многие из наших серверов в обычный вычислительный центр, то он просто, в общем, расплавится. Для этого нужны специальные системы охлаждения, чтобы поддерживать их работу. Кроме того, мы экспериментируем с альтернативными источниками энергии. Не обязательно для вычислительных центров, но в том числе и, например, как пример могу привести, недавно на крышах кампуса Google все крыши заменили на новое поколение солнечных батарей. Это очень эффективные солнечные батареи. Они достаточно дорогие, но они очень эффективны по КПД. Потому что получается, что если вы возьмете… Это, в общем, парадокс. Если вы возьмете типичную атомную электростанцию, посмотрите, какую площадь атом занимает, и посчитаете, сколько солнечной энергии потребляет эта же самая площадь, то солнечная энергия гораздо больше, чем мощность, которая вырабатывается в атомной электростанции. То есть имея достаточный КПД преобразование, можно перейти на гораздо менее опасные виды энергии. Второй интересный аспект вычислительных центров. То, что сервера постоянно ломаются, значит, что кто-то должен отслеживать это. Что происходило в вычислительных центрах первого поколения? Процесс был очень невысокотехнологичный. В компьютерных центрах первого поколения компьютеры еще были с графическими платами. Поэтому, когда какой-то компьютер умирал… Когда Linux компьютер умирает, он показывает на экране дамп регистров, примерно как Windows показывает синий экран. Linux тоже показывает определенную картинку. И техник, если он замечал, что какой-то компьютер не работает, он бежал, включал монитор, смотрел, что на экране. Но техник в вычислительном центре, а инженеры далеко. Поэтому он брал цифровой фотоаппарат, фотографировал экран и посылал по имейлу инженера. Инженеры долго пересылали друг другу эту картинку и думали, что это вообще значит. И, в общем, все это было очень немасштабируемо, и очень часто было непонятно, что с этим делать. Нынешние сервера, они работают гораздо лучше. За счет того, что мы добавили в Linux свои собственные программы, происходит вот что. Сервер перед тем, как он умирает, он посылает последний сигнал SOS на всю окружающую подсеть. Используется UDP протокол, чтобы TCP, естественно, занимает гораздо больше времени на установление связи. Поэтому просто посылаются UDP пакеты, и все сервера, которые рядом услышали сигнал SOS, они агрегируют эту информацию и пересылают наверх специальным серверам, которые дальше знают, как этим распорядиться. Они смотрят на содержание этих SOS сообщений, и они могут сказать, что с этим сервером случилось. Полностью он разрушился или его можно перестартовать и так далее. И дальше, именно более высокоуровневая архитектура этой системы, они должны знать, что теперь делать. Они знают, что вот этот сервер погиб, но что дальше делать? Целый там hard drive или hard drive умер. Эта информация у них есть. Но дальше они должны решить, что с этим делать. Что они с этим делают, мы тоже рассмотрим немножко позже. Общий вывод из этого, что, в общем, на основе достаточно ненадежных отдельных серверов удалось создать систему, которая работает исключительно надежно, как целая. Таким образом, у нас есть эти тысячи серверов, но теперь вопрос, что мы на них будем запускать. Когда у вас есть один компьютер, это просто. Вы запускаете программу. Но что, если у вас есть тысяча компьютеров? Каким образом вы разделите вашу программу и ваши данные на части, чтобы эффективно использовать все тысячи компьютеров? И мы рассмотрим три основные компоненты. Это файловая система Google, это MapReduce, это Bigtable. Я, прошу прощения, не смог найти русского перевода. То есть в основном это Tech Talk обычно проводится на английском языке. И это впервые я говорю на русском, в общем. Поэтому я буду говорить просто MapReduce, Bigtable. Я не уверен, что есть официальные переводы этим термином. Начнем мы с файловой системы Google. Первый вопрос, зачем вообще нужна новая файловая система? Windows has файловую систему, Macintosh has имеет файловую систему. Linux и так далее. Все они, в общем, хорошие в определенном смысле. Почему нужна новая система? Первое отличие очевидно. Мы хотим распределить наши файлы на тысячи серверов. И мы не хотим заботиться о том, куда пойдет конкретный файл. Мы просто хотим сказать, вот я запишу этот файл, а система должна решить, куда ее записать. И она должна сделать это надежно, чтобы если этот сервер умрет, должна быть какая-то реплика этого файла, и каким-то образом он должен быть восстановлен. В идеале программист не должен об этом вообще заботиться. И так и происходит, кстати. Кроме того, у нас очень большие требования по скорости записи чтения. И большое отличие, что обычные файловые системы типа Windows, они оперируют маленькими файлами довольно часто. У нас специфика такова, что типичный размер файла где-то от 100 до 200 мегабайт. И обычно операции все достаточно простые. Это обычно либо запись, либо чтение файла целиком. Таким образом можно написать файловую систему, которая будет оптимизирована именно под эти условия. Кроме того, у нас были определенные преимущества, потому что если вы пишете систему для конечного пользователя, вам нужно думать, а что будет, если… каким образом старые программы пойдут на этой системе и так далее, и так далее, и так далее. GFS не поддерживает никаких стандартов внешних, GFS не поддерживает POSIX API. Поэтому у нас, в общем-то, ни перед кем нет никаких обязательств. И если даже делается какое-то изменение, которое требует перекомпиляции всего, что зависит от GFS, то ну что ж, просто посылается email всем и говорят, пожалуйста, перекомпилируйте, у нас новая версия и так далее. Ну, в действительности такого не происходит в последнее время, но в принципе у нас есть свобода действий в таком смысле. И теперь как устроен GFS. Я расскажу только о самых главных принципах. Первый принцип – все файлы делятся на куски. Я не знал, как их лучше перевести. По-английски это чанк, поэтому я перевел как чанки. Типичный размер чанка 64 мегабайта. Это по умолчанию размеры. Обычно он такой и есть. И далее есть два типа серверов. Один тип – это называется мастер. И он обычно один на кластер. И есть очень много чанк серверов. Собственно, чанк сервера занимаются работой с самими данными. Мастер занимается только метадейтой. У мастера есть данные о имени файла, у мастера есть данные о атрибутах файла и так далее. В тот момент, когда вы записываете файл на GFS, мастер решает, каким образом разбить файл на чанки и разбрасывает их по разным серверам. При этом каждому чанку создается обычно три реплики по умолчанию. Для того, чтобы можно было восстановить затем в случае потери. И далее, если вы, например, хотите прочесть этот файл, клиент обращается к мастеру и говорит, я хочу прочесть такой-то файл. Мастер смотрит свою таблицу и увидит, что этот файл разбит на чанки, которые записаны в таких-то, таких-то, таких-то серверах. И он возвращает эти данные обратно клиенту. Дальше клиент говорит напрямую с чанк серверами. Никакие данные не проходят через мастер. За счет этого на мастера, в общем, ложится очень маленькая нагрузка и эта система остается масштабируемой. Естественно, в случае, если какой-то из серверов умирает, то мастер об этом узнает. Каким образом? Мастер и чанк сервера, они обмениваются сердцебиениями. Через какой-то промежуток времени обмениваются сигналами. Если с каким-то из чанк серверов что-то произошло, то мастер об этом узнает. И в следующий раз, когда клиенты попросят у него чанки, которые находились раньше на этом сервере, он просто переправит их на другой сервер. И система исключительно надежная. Через нее прошли петабайты информации, и за все время, с того времени, как она создана, за все время был потерян всего один чанк. При каких-то странных обстоятельствах, о которых я не знаю. Это было давно. GFS используется, в общем-то, для… Практически вся информация в Google хранится на GFS системе. Есть более 50 кластеров, и размеры этих файловых систем более 1 петабайт. Петабайт – это 1000 гигабайт, 1000 терабайт. Это очень быстрая система, и все это происходит при постоянных поломках hardware, которых, в общем-то, мы просто не замечаем. Мы программисты, которые пользуются GFS. Естественно, те, кто занимаются GFS, должны об этом думать. Таким образом, у нас есть система, которая позволяет хранить очень много информации. Хорошо, у нас есть компьютеры, у нас есть данные. Дальше вопрос, каким образом эффективно их обрабатывать. Мы поговорим о двух системах. MapReduce – это модель, которая позволяет обрабатывать множество данных, параллельно. И BigTable – это что-то вроде огромной базы данных. Итак, MapReduce. Те из вас, кто программирует на Lisp, и они уже знают, что это такое. Я надеюсь. Идея очень простая. Идея в том, что вся обработка данных разбивается на две фазы – Map и Reduce. Что делает Map? Map читает входные данные, и из них формирует промежуточное представление в виде пар. Ключ-значение, ключ-значение, ключ-значение. Каким образом он это делает – зависит от задачи. И вторая фаза. Reduce собирает значения, которые связаны одним и тем же ключом. Каким образом он агрегирует значения, опять же, зависит от типа задачи. Между этими двумя процессами есть перетасовка и сортировка. MapReduce – это не только модель обработки, но это библиотека, которая позволяет все это делать. Библиотека на себя берет всю эту сортировку, и она собирает вместе пары с одинаковыми ключами и передает в имплементации функции Reduce. Оказалось, что эта модель подходит очень хорошо для пакетных операций. То есть это может выглядеть как очень какой-то частный подход к задачам. Но, как ни странно, практически все вычислительные задачи, большие вычислительные задачи в Google решаются с помощью MapReduce. То есть формально вам нужно, очевидно, чтобы ваши данные, чтобы выполнялась коммутативно, чтобы вам было все равно в каком порядке приходят данные в Map. И дальше операция Reduce должна быть ассоциативной. То есть вам все равно каким образом порядок, в котором данные агрегируются. Но если это выполняется, то вы можете, в общем-то, разбить вашу операцию обычно на MapReduce. И это хорошо тем, что программисту этим пользоваться очень хорошо. Это очень просто. Я сейчас приведу пример. Возьмем пример. Мы хотим найти частоту слов в интернете. Предположим, что у нас на GFS записан интернет. Нам нужно прочесть все документы в интернете и посчитать, сколько раз встречается каждое слово. Вот такая задача решается с помощью MapReduce буквально в 10 строк. Или в 9. 4 строки на Map и 5 строк на Reduce. Как это делается? На входе мы имеем текст. Мы пишем функцию Map, которая будет на выходе иметь просто пары. Каждое слово — единичка, каждое слово — единичка, каждое слово — единичка. При этом Map не делает никакой агрегации. То есть просто вот в этой фразе to be or not to be B встречается два раза, но Map просто произведет два раза пару. B 1. И это все. В общем, вы пишете эту функцию, которая это делает, и регистрируете ее в системе. У нас есть имплементации для C++, Java и Python. И вторая часть Reduce. В функцию Reduce уже поступят данные, которые собраны по одному и тому же ключу. То есть придет просто набор значений. Значения в этом случае только единички. Все, что делает функция Reduce — это суммирует эти единички. И в результате она запишет результаты в файл слова и сколько раз она встречается в интернете. То есть это пример совершенно конкретный. Любой инженер Google может сесть, это запустить и это посчитать. Для того, чтобы запустить эту программу, нужно знать немножко больше. Нужно знать, где находятся исходные данные. То есть нужно дать имя, например, GFS файла или директорию. Нужно знать, какой тип файла. Нужно сказать, что это текстовый файл. И еще несколько параметров. Но обычно это просто конфигурационные параметры. По сути вам нужно написать только MapReduce и все остальное делает система. Кстати, я не сказал. Три системы, которые мы рассматриваем — GFS, MapReduce и Bigtable — это внутренние системы Google. Они не выложены в открытый доступ. Это не open source. Поэтому вы не можете просто взять их и использовать для себя. Но описание архитектуры есть довольно хорошее уже публичное. Если вы поищите, то вы просто можете взять описание. И если ваши задачи каким-то образом напоминают эти, вы просто можете написать свою имплементацию. И честно говоря, многие наши конкуренты, после того, как мы опубликовали эту информацию, они просто перешли на такую же архитектуру. И для своих задач вы можете применить то же самое. Если у вас есть много данных, которые требуют распараллеливания, то вот в частности модель MapReduce очень эффективна. Та имплементация, которая есть в Google, она очень эффективна по… В ней есть очень много оптимизации. К примеру, все функции MapReduce… Система пытается оптимизировать процесс так, чтобы вся обработка шла локально. Так как система знает, где находится кластер GFS, то она пытается сделать так, чтобы функции MapReduce выполнялись на той же машине, где находятся данные. Вся надежность, естественно, поддержка совершенно автоматическая. Это один из самых больших плюсов. То есть, естественно, вы можете написать свою систему, как-то распараллелить процесс, но вам нужно думать, а что случится, если погибнет этот сервер? А что случится, если почему-то я не могу записать промежуточные результаты? А что случится, если какой-то из файлов не читается? Все эти ситуации отрабатываются автоматически, вам о них просто даже не надо думать. Для инженеров это очень… для программистов очень просто имплементировать любой алгоритм в виде MapReduce. Например, функция MapReduce… Система MapReduce применяется практически для всего Google. К примеру, для индексации, для построения индекса. Индекса всех веб-страниц. И раньше эта функция… Основная часть этой функции занимала 4000 строк на C++. После того, как ее переписали на MapReduce, это стало занимать 700 линий. И важно не просто уменьшение, а то, что это стал код очень четко структурированный, и очень разделенный, его просто отлаживать, его просто понимать и так далее. Важно то, что инженерам предоставляются удобные средства следить за процессами MapReduce. Я быстро покажу. Это просто схема, как все происходит. Я не буду останавливаться на ней. Внутри Google MapReduce пользуется более 2000 программ. И в том числе практически все сервисы, о которых вы знаете, они пользуются MapReduce для расчета результатов. Я не мог привести последнюю статистику, но эта статистика двухлетней давности довольно интересная. То есть за один месяц было 72 тысячи запущено этих процессов, и количество машин на дней это было практически одно тысячелетие. То есть за один месяц MapReduce переработал столько информации, сколько понадобилось бы одно тысячелетие, если бы это была просто отдельная машина. Вот так выглядит примерно монитор. К примеру, это монитор процесса индексации веба. Зеленая часть — это Map. Дальше пошла красная часть — это система перетасовывает ключи и сортирует их. И затем синяя часть — это Reduce. И вы можете видеть все параметры процесса, сколько задействовано машин, 1700 процессов здесь, на сколько частей разбиты входные данные, на сколько частей разбиты выходные данные, вот одна смерть сервера и так далее. Таким образом, еще раз подчеркну, что если вы для своих процессов, если ваши задачи каким-то образом напоминают задачи Google, то обратите внимание на MapReduce. Это действительно очень полезная система. Найти в Google можно просто по словам MapReduce, и вы найдете очень хорошую статью, в которой дано больше деталей. И последняя, третья часть архитектуры, о которой я хотел поговорить — это Bigtable. Что такое Bigtable? GFS — это хорошая система, на ней можно держать очень много файлов, но это не база данных. Операция обычная — это просто сохранить файл, прочесть файл, но GFS плохо подходит для операций типа поиска, lookup по ключу и частых обновлений небольших полей, например. То есть нам нужно было что-то типа большой базы данных. Но были свои тонкости. То есть, во-первых, данные у нас очень часто слабо структурированы. То есть хотелось бы сделать такую систему, в которой не нужно было бы заранее определять схему, как в базе данных, а можно было бы более динамично держать данные, добавлять на лету поля и так далее. Кроме того, эта система должна быть огромная. Масштаб такой, что, в общем, честно говоря, мы пытались применять коммерческие базы данных для многого, и они просто совершенно не справляются с таким объемом информации. К примеру, Google Maps. Вы знаете, что в Google Maps есть режим, когда он показывает изображение со спутника либо Google Earth. и это более сотни терабайт изображений, и нам хотелось их держать в чем-то типа базы данных. Bigtable логически построена очень просто. То есть фактически это просто… Bigtable значит большая таблица, это и есть большая таблица. Единственное, что таблица — это трехмерная. У нее есть строки, колонки, и у нее есть третье измерение — это timestamps. То есть время, когда эта запись была сделана. Ячейки в Bigtable не стираются. Когда вы записываете новое значение, оно просто заменяет старое, но старое тоже хранится с прошлым timestampом. То есть если вам нужно получить полную историю, что находилось в этой ячейке до того, вы можете это получить. И это полезно, например, если вы следите за какими-то веб-сайтами и храните вот этот пример как раз. Строки, каждая строка представляет веб-сайт, колонки представляют какие-то параметры веб-сайта, в частности, contents, то есть содержание веб-сайта. И таким образом Bigtable может держать не просто снапшот сайта, а все предыдущие его состояния. Важно то, что в Bigtable вам нужно специфицировать только семейство колонок. Семейство связано единым контролем доступа и типом данных. Но внутри каждого семейства вы можете динамически добавлять новые колонки. То есть это получается... Bigtable позволяет очень эффективно сохранять большие разреженные матрицы. То есть если вы добавляете новые колонки, это не значит, что каким-то образом эти колонки повлияют на уменьшить эффективность доступа к другим колонкам и так далее. Буквально пару слов об имплементации. Самая большая проблема в этом, каким образом разделить большую таблицу на маленькие. Мы их называем таблички. И таблички обычно имеют размер от 100 до 200 мегабайт. То есть мы пытаемся, чтобы они поддерживались в таком размере. Естественно, они могут меняться, тогда мы их переструктурируем. И традиционно, обычно каждый сервер Bigtable держит от 100 до 150 табличек. Зачем это нужно? Если умирает сервер Bigtable, то на котором есть 100 табличек. Соседи быстро разбирают, каждый сосед берет по одной табличке и берет на себя эту нагрузку. Таким образом, пользователь, который пользуется всей таблицей, он даже не заметит, что что-то произошло. Это восстановление происходит очень быстро. И кроме того, происходит автоматический load balancing. Если мы видим, что какая-то таблица, не мы, а сервер, который управляет этим, если он видит, что к какой-то табличке обращаются очень много, то он просто переместит, может разделить табличку по-другому и переместить эти данные на другие сервера. Это просто пример, как по мере того, как наполняются эти строки с содержанием веб-страниц, мы по-другому разделяем на таблички. Довольно сложная проблема, как находят табличку. Вначале мы хотели держать адреса всех табличек на мастере, примерно как делается для GFS. Но в этом случае нагрузка гораздо большая, чем в случае GFS, и мы решили, что это будет немасштабируемо. И применяется очень интересный метод. Координаты табличек хранятся в самой системе BigTable. То есть получается такая циклическая зависимость. Для того, чтобы найти что-то в BigTable, нужно найти координаты этого в самой BigTable. И для того, чтобы это разрешить, применяется такой традиционный bootstrapping. Как именно это происходит, я могу рассказать тоже лично. Таким образом, BigTable — это очень интересная многомерная таблица. То есть ее можно назвать базой данных, но это очень простая база данных. В ней нет каких-то того, что обычно есть в SQL базой данных. То есть все, что здесь есть — это атомарные записи чтения по ключу с возможностью получить все предыдущие значения. И интересный аспект — то, что в системе есть самоорганизация, то есть она сама восстанавливается после частичных сбоев и автоматически происходит load balancing. Таким образом, мы рассмотрели эти три системы. Это действительно три самые главные системы в Google, которые используются практически во всех проектах. Есть другие системы, но о них мы расскажем в следующий раз. И главное, что они очень удобны для разработчиков. Они позволяют разработчикам очень быстро проверять свои идеи, разрабатывать свои новые технологии. Кстати, немножко о методологии разработки. Как Google разрабатывает софтвер. У нас нет какой-то единой методологии. То есть нет какого-то генерального плана, который бы вначале был разработан. Архитектура будет такая, и дальше мы ее сверху вниз имплементируем. Нет, эти системы не были в Google с самого начала. Bigtable был имплементирован в 2004 году, MapReduce немножко раньше, GFS раньше. Но они возникали из нужд пользователей. То есть происходил такой баланс между тем, что нужно… между нужными конкретных проектов и тем, что… То есть мы хотели добавлять возможности, которые бы помогали большинству клиентов, но в то же время не усложняли систему. Таким образом, мы поговорили о вычислительной платформе, о данных, о том, какие общие системы применяются. И сейчас немножко поговорим о продуктах Google. Условно мы делим все продукты Google на три категории. 70%, 20%, 10%. Это, в общем, значит 70% ресурсов Google и инженерного времени Google и как бы важности отдается главным продуктам. Ну и самые известные и главные продукты – это поиск веб и контекстная реклама. Но с ними связано очень много других технологий. То есть в поиске вебе есть такие задачи, как борьба со спамом, spelling correction и так далее, и так далее, и так далее. То есть это не просто поиск, но все продукты так или иначе связаны с поиском, либо все продукты так или иначе связаны с контекстной рекламой. Далее 20% – это продукты второго плана, но тем не менее очень популярные и тоже достаточно важные. Карты Gmail и так далее. 10% – это проекты, в которых мы не уверены, которые неизвестно, что из них получится и так далее. Это просто свобода эксперимента. И какие-то из этих 10% иногда умирают, какие-то поднимаются вверх. То есть общая тенденция из этих проектов подниматься вверх. Проекты переходят из категории 10-20, из 20-70. И у нас, конечно, нет времени говорить о многих продуктах. Я хочу упомянуть только пару. Лично я занимаюсь проектом Google Book Search. Это поиск в книгах. И наша цель, в общем, очень такая большая. Мы хотим сосканировать все книги в мире. Все книги когда-либо написаны на всех языках, которые хранятся во всех библиотеках мира. Журналы, газеты, даже рукописи. И книг очень много. Самая большая библиотека – это библиотека Конгресса. И не намного меньше библиотеки Конгресса – библиотека имени Ленина в Москве. И университетские библиотеки и библиотека Ленина интересны тем, что у них очень много оригинальных изданий, очень много изданий, которые больше нигде не повторяются. И если все эти издания сосканировать и позволить пользователям их искать, это, по-моему, было бы очень интересно. Поиск в книгах работает примерно так же, как и в поиск в вебе. Когда вы ищете в вебе, вы вводите строку. Система находит вам список страниц, где встречается эта строка, и показывает сниппеты – маленькие кусочки текста, в которых встречается выбранное слово, которое вы ищете. Примерно точно так же устроены и поиск в книгах. Кстати, находится он по адресу books.google.com. Когда вы ищете книгу, то вам показываются книги, которые найдены, и отрывки из этих книг. И затем, если вы идете и посмотрите на эту книгу, далее, что вы видите дальше, зависит от копирайта, от того, кто держит копирайт на эту книгу, принадлежит ли копирайт-паблишеру, либо автору, либо она out of copyright. То есть уже не защищена копирайтом. Для тех книг, которые не под копирайтом, мы можем их показывать целиком. Более того, вы можете загрузить PDF с книгой. Для тех книг, которые находятся под копирайтом, что мы можем делать с ними, определяется соглашением с паблишером. Обычно паблишер разрешает показать только какой-то процент книги, и только несколько сниппетов и так далее. Довольно любопытно. Когда мы посмотрели на то, что люди ищут, то есть мы думали, что будет больше разделения на какие-то… То есть мы ожидали, что будет более такая крутая кривая. То есть несколько запросов будет очень популярные, остальные менее популярные. Но нет даже такие запросы, как перуанские орхидеи, например. Почему-то люди очень много ищут перуанские орхидеи. В общем, это очень интересный проект. Я о нем могу рассказать больше, но мы должны заботиться обо всем, начиная от того, как доставить, как физически доставить книги. То есть нам нужно договориться с библиотеками, каким-то образом от них получать книги и все книги сосканировать. Далее само сканирование. У нас есть несколько систем, как мы сканируем книги. Для новых книг это очень просто. Если у нас есть новая книга, о которой мы, в общем, не заботимся, мы просто можем обрезать ей корешок, положить ее в сканер, который сканирует страницы, и все. Но если у нас старая книга 16 века, то мы не хотим обрезать ей корешок. Достаточно много систем есть, которые рекламируют такие умные роботы, которые сидят и такими присосками переворачивают страницы. Но в действительности оказалось, что они не работают. То есть они могут работать с какой-то надежностью, которую устраивает большинство пользователей, но для нас это было неприемлемо. То есть, скажем, если эта система порвет одну страницу из тысячи, или из десяти тысяч даже, может быть, для кого это приемлемо, но если мы будем рвать каждую тысячную страницу в древних фолиантах, это будет плохо. Поэтому, в общем, у нас есть очень продвинутая система сканирования. В основном страницы перелистывают люди. АПЛОДИСМЕНТЫ Я перелистываю. Нет, я в основном занимаюсь архитектурой, инфраструктурой. Но так как у нас есть разные типы сканеров, то качество, которое мы получаем, оно очень отличается для новых книг, для старых книг. То есть, старые книги страницы могут быть помятыми, с пометками. Они могут быть частично разорваны. У них особенно неприятный случай, когда у них отогнут уголок, на котором был написан номер страницы. Таким образом, сзади мы видим номер следующей страницы. И система дальше пытается проверить, все ли у нас есть страницы, правильно ли собрано все. И что мы увидим, что у двух страниц будет один и тот же номер. В общем, это довольно большая проблема. Либо, например, пометки на полях. Люди просто пишут в старых книгах. То есть, есть системы обработки изображений, которые избавляются от всех этих артефактов. То есть, в результате, что мы хотим показать? Мы хотим показать просто белую страничку, которую можно было бы на экране читать. Тем более, для старых книг обычно вы можете читать полностью всю книгу.